Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие мои, ну, я, может быть, нечасто появляюсь на канале у дорогого моего Евгения Борисовича Лопатина. Я в прошлом диктор Центрального телевидения СССР, а потом преподаватель, уже 30 лет этим занимаюсь, ну, по сути, наверное, единственный в России преподаватель разумного и правильного произношения на службах церковных. Всего, что там есть, богослужебных текстов, священниками, деканами, чтецами и, так называемыми, владыками. Я, дорогие, обращаюсь к вам вот к кому. Обращаюсь к прихожанам, не поминающим, так, и к поминающим пресловутого патриарха Кирилла, так, который, ну, как вы сами знаете, тут уже не надо ничего объяснять, который нас усиленно привлекает и тащит весь церковный организм в ересь экуминизма. То есть, в этот самый Всемирный совет церквей, куда мы формально были просто включены в 1961 году под натиском Хрущева. Понимаете, да? Вот. Значит, обращаюсь к непоминающим и упоминающим прихожанам, а также обращаюсь, дорогие, к тем, кому на сегодняшний день, я так предполагаю, для этого у меня есть все основания, уготован на том свете от, то есть, к тем чиновникам разных уровней, вот, которые, используя свое служебное положение, в общем, обогатились, многие непомерно, вот, как мы знаем уже из последних событий, которые связаны с министром обороны Белоусовым, вот, а многие в любом случае обогатились так, что путем только в адскую бездну, дорогие. К сожалению, они, в основном, все люди неверующие, да в основном-то, я думаю, практически все, иначе бы они этого не делали, да? Вот. И они не боятся Бога, они его не знают и не хотят знать, так? И по этой причине они... Я их хочу просто предупредить. Дорогие мои, вам вот эти попы, которые сейчас у нас в храмах и в монастырях, которые предали Бога тоже за эту, за похлебку, понимаете, да? Вот, которые поминают вереси находящегося, к сожалению, большому патриарха Кирилла, он не патриарх у Бога, вот, и по этой причине, они соучастники ереси экуминизма. Вот они вам могут говорить все, что угодно, они вам могут грехи отпускать. Их действия все недействительны согласно правилам Церкви, то есть постановлением Вселенских Соборов и правилам святых апостолов. Поэтому петь они могут вам богатей, вот эти, что угодно, понимаете? Вы можете жертвовать какую-то сумму, какие-то деньги, там, какие-то что-то, зато покупайте их, да? Вот, они вам будут строчить, строчить и молитвы какие-то, и все, я думаю, которые Господь не слышит, потому что они все не в Церкви. В Церкви остались только те, которые перестали поминать Владимира Михайловича Гундяева, который теперь уже только гражданское лицо, как я так понимаю, у Бога. И после его подписания вот этого, а может быть и раньше еще, он уже не был и митрополитом, выступая в Всемирном Совете Церкви, он заявлял, что Канбера, что это наш общий дом, колыбель нашей Церкви, понимаете? А мы знаем, что во Всемирном Совете Церквей там все другие религиозные вероучения. Я никого не осуждаю, и мы, не поминающие этого так называемого патриарха, мы никого не осуждаем, потому что Господь сказал, мне суд, я вас дам. Понимаете, да? Вот, но я к ним обращаюсь вот с каким предложением. Вы богатеи, если кто-нибудь случайно увидит этот ролик. Вы знаете, пока я преподавал в семинариях и в Академии, ну, еще в других местах, в духовных школах и так далее, у меня была маленькая мастерская, она, так сказать, осталась, где мы делали иконостасы для бедных храмов России. Они были для храмов бесплатные. Но меня поддерживал один бизнесмен, который потом, ну, по определенной причине или не смог, или перестал, там, я не знаю, что-то. В общем, не стал поддерживать. И мы прекратили это делать. Но я вам хочу сказать, что ко мне обращались священники, которые служат в этих храмах, знаете, в каких? В тюремных храмах, которые находятся в колониях, в тюрьмах. И они просили меня сделать для них иконостас. Но я пенсионер, у меня, так сказать, таких средств нету, да? Поэтому для того, чтобы, по крайней мере, хотя бы вот эти дыры закрыть, которые, как по моему представлению, их несколько есть, десяток, наверное, иконостасы, вот, значит, нам нужно, ну, где-то порядка от трех до пяти миллионов рублей для того, чтобы сделать для них иконостасы в эти колонии и отправить туда. Иконостасы настоящие, полные иконостасы, вот. Они печатные, но печатные они высокого качества. Печать у нас обычно была так, что там трудно было разобраться. Это письмо или печать. Она тоже очень дорогая сейчас, поскольку санкции и все краски, и все остальные материалы идут у нас уже, так сказать, окольными путями, да? В десять раз дороже. Вот такие дела. Голубчики, будущие поселенцы адских обителей, которые надрали у государства и у народа, конечно. Понятно, что у народа, голубчики, огромные деньги, неправомерными и вот такими бесстыдными просто, я не знаю даже какими путями. Подумайте, миленькие, о том, что вас ожидает. Потому что я всегда говорю, кладбище – это лучший учитель. Когда туда приходишь, там никто тебе не мешает, ты остаешься один на один сам с собой и с теми, кто там лежит. Понимаете, да? Ты читаешь эти надписи, сроки, когда они умерли, сколько кому было лет и так далее. И думаешь, а где же они сейчас? Вот это очень важный вопрос, милые. Очень важный. Понимаете? Поэтому вы должны об этом задумываться. И нам, да ведь, с того света, вы знаете, сколько было сигналов? Немерено сигналов. И они и сейчас идут. Вот Молди написал книгу даже «Life After Life» «Жизнь после жизни» в 60-х годах, когда около 150 людей, которые побывали в состоянии клинической смерти, а потом Господь их вернул к жизни, они ему рассказывали, что с ними было там, когда душа уже выходила из тела. Понимаете? Что они там видели? Какие адские бездны? Это чудовищное. Вы знаете, такие страдания немыслимые. Ведь они же, эти страдания, так понимаю, они не конечные. Эти страдания вечные. Там будет скрежет зубовный. Вы знаете, что сказал, это я вас опять обращаюсь к вам, неправедным путем нажили свои крупные состояния. Знаете, что сказал, явившийся прямо в алтаре, патриарху Алексею II из IX века, святой, основатель монашества на Руси, феодосик Киево-Печерский, он возник прямо перед ним в облачении с посохом, взгляд был пронзительный, строгий, и он ему сказал, отпали от Бога. Вот дословно передаю то, что он ему сказал. Ты и многие братья твои и к дьяволу припали. И правители Руси, а тогда уже был Путин и вся вот эта команда, уж не правители суть, а кривители. Понимаете, это все есть в интернете. Пожалуйста, откройте явление преподобного Феодосия, и там все вы прочтете, увидите. И церковь, сказал, потворствует им. Понятно? То есть вот этим правителям, кривителям нашим. И не стоять вам. Понятно? То есть всем. И церковникам, и всем, кто причастен к этим правителям, кривителям. И не стоять вам одесную Господа Иисуса Христа, а ждет вас мука огненная, скрежет зубовный и страдания бесконечные, ащи не опомнитесь окаянные. Милость Господа нашего Иисуса Христа безмерна, но слишком долг для вас путь к исправлению бесчисленных грехов ваших. А час ответа близок. Голубчики, час ответа близок – это было в 2002 году. Понимаете, близок – это уже не через сто лет, голубчики. Нет, не через пятьдесят лет. Вы поняли? Значит, будет суд, когда придет Господь судить живых и мертвых. Вот такие дела. Понимаете? Так что, жертвуйте. Там телефончик мой есть, можно со мной связаться. Я расскажу и покажу те иконосасы, которые мы делали. Около 180, по-моему, даже мы сделали для бедных храмов России. Для храмов они были бесплатные. Но на все нужны деньги. На материалы все-таки надо. Люди, которые работают, хоть скромно, на их оплачивать надо. Дизайнеров и все, которые все это делают. И краски, и все остальное. Ну, тут говорить нечего. Так, я тоже был участник же этого дела. Всем этим руководил. И придумывал. Разные были ситуации, разные варианты помещений и так далее. Приходилось придумывать иконосасы светлым фоном икон. На фоне ночного неба натурального. Вот, в круглых этих. Там прекрасно, да? Можете посмотреть вот эти иконосасы, которые мы делали. Мастерская Божий мир. Я так ее сам назвал. Так это просто ее, как таковая, она, собственно, не существует. Но так я назвал просто в то время. А сайт называется изготовление иконосасов церковное чтение.рф Забили в этот самый поисковик. Вам выдается страничка. Ищите изготовление иконосасов. Мастерская Божий мир. Но слева от Мастерской Божий мир, там обязательно должен стоять восьмиконечный крест. Изображение его. А внизу мелким-мелким шрифтом истинный адрес. Изготовление иконостасов церковное чтение.рф Понятно, да? В основной строке Мастерская Божий мир. А под низом истинный адрес вот такой. Там вы увидите, ну там и мои занятия со студентами семинария есть. И со священниками правильной разумной молитвой. Чтобы не бормотали себе под нос что-то невнятное, непонятное, да? И людьми непонимаемое на службах. А разумно молились на службах. Священство, дьяконство, чтецы и вот эти так называемые владыки. Хотел бы добавить другое слово. Вот так. Понятно, да? Вот это я вам говорю. Может быть, тогда какие-то ваши грехи Господь вам может и простить. Понимаете? Потому что отдайте то, что неправедно было. Конечно, отдайте народу. Отдайте, хотя отдавая государству, возвращая, я не уверен, что оно попадет туда. Даже при стараниях сейчас господина Бастрыкина и господина Белоусова в нужные руки. Понимаете? Неизвестно. Да на них сколько покушений было уже вот этих, от этих, от кого? От депутатов Госдумы, дорогие. А кто же еще? Они же перед ними только выступали. Да? И вот смотрите, что было. Ужас. Уже четыре я там начитал в сетях покушения. Это кошмар. Какой же это? Надо всю Думу менять. Давным-давно. Понимаете? Подставные все эти депутаты. Вот такое дело. Значит, и к вам обратился. А теперь к вам непоминающие и поминающие. Дорогие мои, вокруг нас народ находится неверующий. Практически почти все. Бога не признают и в Боге не нуждаются. Почти вся Россия. По этой причине я думаю, что то, что сейчас происходит на Украине, переместится и к нам. Потому что, если мы не покаемся, если мы не сменим патриарха, если мы не выйдем из Всемирного Совета Ересей, а называется он Всемирный Совет Церквей, понимаете, вот так, а чтобы патриарх был человеком, который не будет соприкасаться даже с этой ересью экуминизма. Экуминизм что? Айкумена, Вселенная. Это Вселенская Церковь. Вот она и создана, да? В 1948 году ее анафематствовали. Величайшие умы нашего времени святые. Они все прославлены в лике святых. Николай Сербский, святитель. Святитель Серафим Соболев. Там Иустин Попович. Ну, масса была. Да? И была Всемирная такая конференция по местной церкви. И они анафематствовали эту ересь, которая уже появилась тогда. И потом они собрали вот эти масоны, или как их называют там еще? Это же демасоны. Их они собрали. Ну, так в сетях так написано. Вы сами можете прочесть, как они называются. Они собрали вот эту и учредили вот этот Всемирный так называемый Совет Церквей. Понятно? Так вот, мы с вами находимся в окружении людей, вообще не ходящих в храмы, не признающих ничего, и не понимающих, что все создано вокруг Богом. Понимаете? К сожалению, не понимают люди. Они не хотят об этом задумываться. Да еще и сатана через постановление вот этой Думы, принимая вот эти законы противонародные, они не дают людям даже задуматься над тем, для чего он вообще рожден на этот свет. Понимаете? Люди даже не имеют возможности задумываться. Почему? Потому что у них все время занято, голубчики, добыванием пропитания. Ну, каким-то образом надо жить, кормить детей, как-то их воспитывать. Все разрушено в нашей России. Вы же понимаете, да? За 30 лет правления господина Путина, вы же понимаете, видите, что стало с учебными заведениями, что стало со школой, с медициной, да? Сейчас, например, операцию невозможно даже простую сделать, бесплатно. Нет. Редко-редко это какое-то, и то там очередь такая немыслимая, что человек умрет, пока будет ждать эту операцию. Понимаете? Вот такое дело. Так что, вы же поймите, что только, только наше личное покаяние каждого из нас во всех своих согрешениях против самых близких, против родных, против друзей, против знакомых, против государства, против Бога. Понимаете? Понимаете? Покаяние, сердечное и искреннее, с твердым намерением никогда больше этого не делать и не согрешать. Вот только оно от тонкой ниточкой протянет ваш путь к Богу. Каждого из вас, дорогие, прихожане, поминающие и не поминающие. Понятно? И вы тогда, может, Господь вас будет наставлять. Господь будет вам все, все Господь будет делать. Вы понимаете? Ну, Господь творит чудеса каждый день. Вы этого не замечаете. И со мной Господь столько творил чудес немыслимо. Первое, когда у меня в руках замироточила бумажная, фактически, икона, Владимирская, и она текла, мы ее повесили в угол, и она текла почти месяц. А потом присохла. Господь таким образом укреплял меня, детей моих, в вере. Понимаете? Вот так. То есть, и дальше сколько было немыслимо. И сейчас Господь со мной совершает чудеса. Не, не стану рассказывать. Поймите, что, вот, дорогие, с Богом жить легко. Когда вы каетесь, Бог принимает участие. Вы поймите, что сатана с его подельниками-бесами, которых немыслимое количество, ну, мыслимое, конечно, Господь знает число их, в воздухе находится вокруг нас. Он тогда будет каждого из нас с вами, ну, по-мирски, просто говоря, долбать, или как бы это сказать, да? До тех пор, пока мы не повернемся, простите за откровенность, не задницей, а сердцем к Богу, милые. Вот до тех пор он будет нас долбать, милые. И нам докучать. Тут все будет не складываться. Семья будет разваливаться. Жена будет гулять. Или, если женщина, то муж будет гулять от нее. Там дети будут болеть. Помилуй, Господь. Поймите, все. На работе все ничего. Будете работу терять. Здоровье, дорогие мои. Кайтесь. Кайтесь, миленькие мои. Записывайте все свои грехи семилетнего возраста. Понятно? Записал сегодня. Двадцать-тридцать, может быть, вспомнил. И кайся в них. Садись вечером. Найди время. Пять минут. Десять минут. Максимум. Иконочку поставил перед собой. Господи, прости меня. Прости. Притом, подумайте, куда этот грех привел. Это не просто так. Эти грехи коснулись других людей. А через этих людей еще других людей оно коснулось. Вы понимаете? Вы создали грехами своими, мы создаем обстоятельства для развития вот этого негатива какого-то, да, который явился результатом этого греха. Понятно, милые? И этот негатив, он же живет по сей день, милые мои. Он никуда не делся. Эти грехи, это поле, оно живет. Оно существует. Негативное поле. Понимаете? Вот эти злость, вот эта внутренняя такая, знаете, духовная злость, мыслительная. Она живет. Она никуда не девается, дорогие. Вы поймите. Так мир устроен. И земля окутана этим злом. Поэтому чаша Господня стала, уже начинает изливаться на землю. Понятно? Начинаются вот эти все войны. И болезни начались. А у нас тут еще эта Попова, она там нам еще задаст с вами, будь здоров. Мы же все знаем, что от ковида, не от ковида умерли, а от прививок миллионы людей в России. Мы же это знаем. Тут какой-то генерал выступал в министерстве обороны в прошлом году. Запись была. Сказал, что вот эти все вакцины, которые сделаны, он о нашей не говорил о вакцине, говорил о Файзере, о чем-то. Это преступление против человечества и так далее. А наши что? Отлично от них? Нет, дорогие, то же самое. Понимаете? И никто, ни Гинсбург, ни Попова, никто не понесли наказание. Понимаете? Загибель людей. Мы же сами знаем, что происходило. Закупорка сосудов после этого. Падал моментальный иммунитет и все остальное прочее. Ну, а многие скажут, а вот у меня было все хорошо. Ой, люди, какие же вы глупые. Прости меня, Господи. Какие вы непонимающие. Вы же понимаете, что вводилось наверняка плацебо вместе с вакцинами. Ну, потому что если бы вводились одни вакцины эти, наверное, все бы уже передохли. Понимаете? А так плацебо. Человек сделал, елки, все нормально, все в порядке. Об этом же нам профессора. Я все смотрю, я все говорю, дорогие, из интернета. Но интернет – это помойка. Мы знаем это. Сатанинская. Но там есть перлы. Настоящие. Изюминки, которые можно смотреть и слушать. Пожалуйста. Профессора Иванов, медики. Гундаров. Они все профессора или там академики. Дальше. Ой, я забываю фамилии. Ну, вы, наверное, знаете, все, кто выступал против этих вакцин и все, что об этом говорят в эфире. Вот я на них ориентируюсь. Был же один такой академик, который сказал Путину, президенту, о том. А он трудится, по-моему, в этом. Самое главное – наша больница. Это вот на колхозной площади. Забыл, как она называется. Вот. И сказал, что нет, что-то нужна проверка и так далее, и так далее. И потом он больше не появлялся в эфире. Вот этот профессор-академик. После этих слов. Понятно? Голубчики дорогие, запомните. Первая причина – это наше духовное падение. Вот это самая первая причина. То, что мы не каемся. А Господь, между тем, как я уже вам много раз говорил на своих некоторых роликах, да, что люди, которые побывали, не все, но многие, в состоянии клинической смерти, там им Господь на том свете говорил, вы на земле мною дышите, мною живете, мною дышите, меня распинаете своими грехами, и вы не каетесь. Понимаете? И в 60-х годах он сказал Клавдию Сюжаниной, она 5 лет, 5, по-моему, дней или 3 дня, или 5 дней, суток была мертвая. Потом воскресила Господь. Сказал, что времени у вас осталось, то есть у человечества, мизерный век. А вот недавно Люба Осетинка, позапрошлым или в прошлом году, не помню, я видел ее, она сказала, что Господь ей сказал, и время ваше уже подошло к концу. Все. Все, голубчики, время подходит. Понятно? Вот. Надо каяться, каяться. Завтра вспомнили другие грехи. Дописали. А каяться начинайте вечера с первых грехов. И постарайтесь, самое главное, это процесс покаяния, понимаете? Попы об этом никогда нам не говорят. Просто каяться, каяться, открывают и Петрахилию, и все. Читают, разрешивают молитву. А как ты каялся, он не спрашивает. Понимаете? А это процесс. Это разбор греха, к чему он привел. Только тогда вы можете понять глубину греха, и тогда только вам станет страшно, что вы натворили. Понимаете? Тогда и слезы могут пойти, все что угодно, сами по себе. Как еще Господь, дескать, меня терпит, а я столько натворила или натворил. Вот эти аборты бесконечные. У нас же не запрещает их правительство наше, правители, наши кривители, они не запрещают аборты. Они не запрещены. А мы знаем, что убивается живой ребенок. Живой. Это уже ребенок. Понимаете? Который мыслит, он знает, чувствует настроение мамы. И так далее. Он реагирует на все это. Об этом же был снят фильм еще, по-моему, в 60-е годы. Да. Где-то в Румынии, не помню, в Венгрии. Снимали фильм во время абортов. Вот этот фильм снимали на какую-то камеру, я не знаю, как это сделали. Это ужас, что было тогда. Вы знаете, сколько шум наделала эта съемка? Вышла она каким-то образом в эфир. Ее где-то показывали. Вот, по телевизору. Ребеночек. Он видит, к нему вот это жало, вот это железное, вот это вот, к нему приближается. А оно бедно втискивается назад в тело мамы. Оно знает, что это сейчас будет. И оно раз ему ручку откусило и вытащило туда. Потом раз вторую ручку. Это бедное дитё головкой осталось. Раз и головку. Всё. Нету ничего. Понятно? Преступники. Убийцы, врачи, они все понесут наказание. Дай Бог, чтобы это было скорее. И все вот эти женщины и мужчины, которые давали согласие, или же наоборот, были против детей, таким образом вынуждали женщин делать аборты. вы все, голубчики, будете там, в адском пламени. Понимаете? Если не просто принесёте, будете плакать до конца ваших дней, а ещё и сотворите плоды, достойные покаяния. Плоды, голубчики мои, за каждый грех надо приносить. А не сказал Иоанн Предтеча. Священство об этом вам никогда не скажет и не говорит. Они об этом не знают и не думают. Потому что у нас пастырей нету, духовников нету. Не обманывайтесь. Значит, по этой причине нужно каяться, приносить плоды. Плоды надо собираться группами. Не просить, нет, голубчики, не просить, а подавать в суд на Думу, на всех, кто это должен решить вопрос, понимаете? Чтобы они наконец-то выпустили закон, который бы установил уголовную ответственность за аборт. Как было раньше. Понятно? Вот тогда, миленькие мои, нам в России станет уже полегче жить. А когда ещё начнёте каяться, я думаю, что каждого кающегося, каждого исправляющегося, Господь уже ставит в его книги жизни галочки, галочки, галочки. И уже этот человек, что бы там ни случилось с нашей страной, этого человека Господь будет сохранять. Вы, поминающие, подумайте, но уж никто из вас, как правило, не читал книгу правил святых апостолов, вселенских соборов. Это книга, которую мы должны прочесть после Евангелия. Это вторая книга, голубчики. Вы должны понимать, что такое церковь. А вы не понимаете. Это не домик с иконами, где вам на ложечке что-то вкусненькое принесут. Ну да, там где-то Господь, где-то, где-то Он есть. Там, да. И там мы будем это. Нет, дорогие мои. Это страшное причастие. Это страшное и прекрасное одновременно. Страшное для тех, кто не кается. Понимаете? И Феодор Студит или Максим Исповедник, по-моему, Феодор Студит написал, да, это можете найти в интернете. Причащающийся у еретиков, причащающийся яда. Понимаете? Яда. Чему вы причащаетесь? Вы знаете? В храмах, монастырях. Помилуй Господи. У нас такого никогда в России не было, чтобы патриарх унизился до того, чтобы даже ответить письменно еретику этому папе. Такого унижения никто не допускал. А тут встреча, лапзание, признание святости этого папы. Мы же все видели этот документ. Мы все видели, оно есть, это видео в интернете. Пожалуйста. Он там с этим еретичком, врагом Божьим целуется. У нас такого никогда не было. А как вы думаете, что Господь, как смотрит на Россию после этого, когда вы, поминающие бедные, вы-то должны в ваших храмах требовать у священства, чтобы они требовали отставки вот этого Гундяева. Понимаете? И чтобы был другой патриарх, и чтобы не погрязший в ересе экуминизма, или, по крайней мере, кто-то из епископов сугубо покаявшийся, чтобы навел порядок в церкви, чтобы в церкви у нас, в организме церковном, не прогрессировал этот вот гомосексуализм. Сейчас все, пожалуйста, вы все видите, святила правая рука патриарха Иларион, митрополит, который меня приглашал, и я там у них это преподавал, в его этой общей церковной аспирантуре. Пожалуйста, вот и все. Мальчики, и все. И будь здоров, не кашляй. Вот вам гомосексуализм в чистом виде. И все доказано, все показано, и все, Господи помилуй. А что тогда говорить о рядовых, о монахах, монастырях? Кстати говоря, я после в этом общей церковной аспирантуре я провел всего одно занятие, но я так школил этих, кто там был. Они же у меня пробовали читать богослужебные тексты, которые священства, которые читают на литургии. Я их так школил. Там говорили, что вы творите, что вы делаете. Вы совершенно не понимаете, что вы говорите, что вы произносите. Вы не прониклись, а я же не говорю сердцем, умом, даже в то, что говорите. Потому что когда... Мне, конечно, работа на телевидении, она мне помогла. Безусловно. Эти годы проведенные, так что там говорить, когда тебя слушают миллионы, а тебе щелк, и на стол прямо в эфире ты находишься, а тебе на стол лист с новым текстом. И все. Ув-тов. А дальше незнакомый текст. Ну, ув-тов, это понятно. Уважаемые товарищи. А дальше незнакомый текст. Я помню, там одна была фраза. На целый лист. Одна фраза. Фраза. Знаете, какая? О, кошмар. Значит, там через запятые, через точки с запятыми, тире, дефис, там все. Чего только не было. Одна фраза. Я помню, только начало. Уважаемые товарищи. Относительное и абсолютное достижение советского государства в области экономики, науки, культуры, ну и так далее, и так далее. Вот такие дела. Друзья мои, призываю вас, призываю, поймите, что происходит. Происходит война, которая называется СВО. Происходят эти военные действия, которые отбирают жизни, в том числе и у наших ребят. Сколько там ребят погибло, мы не знаем. А все потому, что мы не каемся. Понимаете? Сатана властвует сейчас во всех странах мира. Понимаете? И у нас в том числе. он дает им изобретенные законы, постановления, указы, которые, например, наша дума, так, ну, проголосуем, да, все за. Что предложили, да, за все голосуют, да. Знаете, как у Маяковского было, по-моему, так, как поднялись эти деревянные болванчики, роги подняли, все. Понимаете? Вот так. То есть, понятное дело, что суть этой думы нашей, которую назвал определенным образом наш председатель Средственного комитета. Я уважаю его за его действия. Уважаю министра обороны за его действия. Только нам с вами надо за них молиться, милые. Понимаете? Чтобы они остались живы. Потому что вся система прогнила. Вся система прогнила. И поэтому посягальщицы на их жизнь, они будут продолжаться, продолжаться. Понимаете? Вот так. И только Господь может их сохранить. Господь, дорогие. Понятно? А вам говорю, самая главная мысль моей сегодняшней к вам обращения, это покаяние. Покаяние и исправление. Понятно? Когда перестанет уже вспоминаться, ну, где-то недельки три, может быть, месяц, уже не сможете ничего вспомнить, никакого греха, ну, значит, вот этого, с этим надо идти будет искать непоминающего священника и ему исповедоваться. Вот так. Я таких знаю, можете обратиться ко мне. Вот такие дела. А так и приглашаю также и прихожан, которые понимают, что произошло в церкви, что церковь была предана в ерес экуминизма этим банкирам Владимиром Михайловичем Гундяевым. У него же банк Пересвет, а он как монах вообще не имеет права ничего иметь, кроме одежды. Вот такое дело. Так что, а там миллиарды у него, ну, сами понимаете, да, что там говорить. У тех же самых митрополитов на каких машинах они ездят, куда они ездят отдыхать и так далее, и так далее. Так что, вот такие дела. Думайте, голубчики, население России, приходите к вере. Без веры Россия погибнет. Без веры, вот смотрите, как социализм наш, как он утверждался, вроде бы Гагарина, ну, пусть не в космос летала, там, это, под небесе был, ну, не важно, под куполом, ну, не так важно, вот, факт того, что, ну, хоть летал куда-то, да, значит, двинулась наука, вроде, все, и все рухнуло, все рухнуло, развалилось, как карточный домик, почему? Потому что коммунисты, коммуняки эти, правившие, они безбожники, были они и есть безбожники, сейчас, которые, вот это, КПРФ, если они придут к вере, нам будет еще хуже, потому что тогда они наступят полностью еще и на церковь, как они и тогда наступали, и тогда Бог и зальет чашу гнева более сильную на Россию, она и так уже начинает изливаться, понимаете? Выйти из Всемирного Совета Церквей, выйти обязательно из этой сатанинской организации, Всемирная Организация Здравоохранения, там одни преступники, понимаете, мы все знаем продажные, которые содержатся вот этой мафией, этим правительством земли, так называемым, вот этими миллиардерами, у которых все деньги мира, они их содержат, и они диктуют нам, сейчас уже диктуют новую пандемию нам, понимаете? Еще названия нету, а уже готовы, уже вакцины, вы поняли? Понимаете, ну на дураков рассчитано, мы же не должны быть с вами идиотами полными, друзья мои, задумайтесь, попросите у Господа, покайтесь, и Господь вас просветит, и поможет вам, и Господь укажет путь, как нам действовать дальше, Господь сам все сделает, понимаете? Все Господь исправит в нашей стране, если будем каяться и исправляться, Господь исправит нашими же собственными руками, руками тех же самых силовиков, там и прочих, 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 понятно? Вот и все, покаяние, голубчики, это единственный выход, каждый день, каждый день, а кто замешан таких в убийствах, детских детей, в абортах и прочих, до конца жизни, понимаете, каяться в них надо обязательно, сокрушаться, думать об этом, просить прощения у Бога, спаси нас, Господи, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами причистые Твоей Матери и всех святых помилуй и спаси Россию, Малороссию и Белоруссию, ибо это вся единая страна, Россия и народ наш. Проси Господь.